Итак, всем привет, с вами Довгэп. Продолжаем играть за чейншлингов в Эквестрию. В прошлой серии мы подготовили нашу страну, по крайней мере экономически. Сейчас я начинаю строить уже нефтеперерабатывающие заводы. По военной промышленности мы не сильно прокачались, но это пока. Мы хотим заходить побольше промышленности, достроить немножко резины себе, и потом уже начнем строить по-жёсткому военные заводы. После этого у меня не будет достаточного количества фабрик и нефтеперерабатывающих заводов, потом несложно будет с ресурсами. Вот, кстати говоря, хорошо, что я сюда зашёл. Стали у нас уже хватает. И начинаем операцию. Авиация на позициях. Собственно говоря, единственное... Ну да, вот сюда, я думал, можно было бы... Ну ладно, пускай нет, у нас здесь не так много пехоты. Здесь вот работает наш флот, и всё везде зелёное, кроме самого севера. Но там опасная ситуация, так что, конечно, да. Поплыли наши морпихи, можно сказать. И да, потихоньку мы сейчас будем продавливать оленью. Я рассчитываю закончить с небольшими потерями. Переходим мы на военную экономику. Кстати говоря, мы можем на самом деле даже всеобщую нажать. Но я бы, наверное, не хотел. Потом больше проблем будет. И можно нажать облигации, тоже мы их нажмём. Теперь мы всего лишь 8% отдаём на ТНП. Достаточно неплохо. И мы вообще не встретили здесь никакого сопротивления. У нас ещё, как говорится, всё едет долго очень. Давайте сразу что мы будем делать. На самом деле, нам здесь даже пересекать ничего не надо. Можем планировать следующую высадку куда-нибудь подальше. У нас теперь дальность флота должна быть тоже побольше. Можем куда-нибудь вот сюда уже запланировать высадку. И на фронте у нас везде хорошие новости. Здесь мы пробиваемся. Здесь мы тоже пробиваемся. Сейчас здесь вот окружим войска. И будем пробиваться вот сюда. Встречаем мы флот оленей. Наши корабли отступают. Но это пока не прибудет. Основная наша боевая группа. С ними ситуация оборачивается в другую сторону. Мы даже успеваем потопить какие-то кровли. Вообще, я бы, наверное, хотел сохранить какую-то часть этих кораблей. Потому что их можно будет захватить на мирной конференции. Но подкачать опыт нам обязательно флота пригодится. Все-таки, вот эти биты, видите, очень сильно качают нашего адмирала. Так что пускай качается. И вот еще. Здесь вот окружение сейчас ликвидировали. Здесь сейчас две дивизии будут окружены. Тоже ликвидированы. Здесь мы просто потихоньку проходим. Не спешим. Та, кстати говоря, нашу вот эту вот выстку здесь разбить. Та челла реально все еще не доехал. Очередная битва с флотом оленей. На самом деле, даже если мы его разобьем и не получим, а получим вместо этого опыт, опыт все еще на самом деле выгоднее. Потому что мы их качественно на наши корабли подкачаем. Перками и просто скиллами нашего адмирала. Так, мы здесь окружение закончили. Потеряло всего 6 тысяч пока на С-2 их. Можем эти войска куда-нибудь сюда направить. Хотя нет, давайте присоединим их к нашей егерской группировке. Вообще поменяем немножко здесь все. Пускай вот эта вот группировка войск переходит сюда. Наши егеры тем временем вот отсюда пойдут вот сюда. Прелезать вот это снабжение. Мы вылезаем сейчас в сервусе. И оттуда поедем куда-нибудь вот сюда. Здесь нам нужно забрать вот этот порт. Это группировка тоже останется без снабжения. Приехала небольшая проблема. Вот здесь вот у нас, видите, снабжение не достает. Здесь еще более-менее. Плюс мы машинки взаим. Кстати говоря, вот здесь вот их можно уже... Нет, вот это еще нельзя выключать. Здесь мы тоже машинки включили, стало получше. Но вот сюда снабжения нету. И есть вариант построить сюда же Д. Но я думаю проще будет вот сюда дойти уже. И отсюда снабжаться сюда. И, кстати говоря, наши уже поехали морпехи. Тут их попытались перехватить. Пришел наш флот поддержки конвоев. На этот пришел их флот. На этот пришел наш боевой флот. Их флот ушел. Причем на дно и причем с подлодками. Это тоже приятно. Подлодки, потому что сложновато бывает затопить. Генерал накачивается. Флот накачивается. Это очень хорошо. Думаю, я уже пора вывать вот эти вот верхи отсюда. И плюс инфраструктуру. И, возможно, подстроить потом здесь что-нибудь. У нас, видите, проблема. У нас прям хорошо инфраструктурных. Практически нету регионов. Мы их все здесь устраиваем плотненько. Так что это... О, оленя, кстати говоря, сдается. Первый раз вижу этот ивент. Но я не против. Давайте только говоря... Собственно говоря, воюем буквально чуточку ради опыта. Что здесь у нас по битвам? Опыта чуть-чуть буквально мне бы еще получить с этой войны. И пускай потом принимается само. Прекрасный ивент. Получаем мы все территории. Только мы, кстати говоря, да. Как раз таки говорят, что получим мы флот. Да, мирной конференции нету. Флота нету, но... Так как теперь наша марионетка, причем очень такого хорошего для нас уровня, получаем мы 75% их промышленности. И, кроме того, нам почти бесплатно оттуда можно тянуть ресурсы. Давайте посмотрим. Кто там у оленей есть? Допустим, хром. Ну-ка. А, сейчас должна обновиться. Вот. Здесь все еще нет, да? Нет, есть. Вот. Собственно говоря, очень выгодно. Теперь у нас есть ресурсы. Флот наш может... А, нет. Мы получили их, флот. Прекрасно. Будем его сейчас реорганизовать. Смотреть, какие корабли нам могут пригодиться, а какие поедут просто на, не знаю, скорт конвоев. Ну, вот что-то такое, на самом деле, даже может быть полезно. И вот этих кораблей, ну-ка. Ну, я бы сказал, так себе. Очень так себе. Но небольшой импакт они могут внести, в принципе. Возможно, мы сделаем вторую боевую группу из очень стареньких кораблей. Если что-то подобное у меня здесь. Единственное, я им сюда закинул хороший корабль, который имеет красотонну нарушения. Но я бы не назвал его из-за этого хорошим. Но раз уже здесь это есть, все то, что поделать, пускай будут. Смотрите, кстати говоря, они вот шли ударить первыми. Они были почти что готовы к войне. Теперь они вот сюда уже не пойдут. Но, в принципе, без разницы. Они сейчас будут качать себе промышленность. Надеюсь, вот сюда они будут качать по минимуму. Потому что вот эта промышленность мне, конечно же, пригодится. От них я буду получать неплохую ее часть. Теперь у меня нормальное количество фабрик. Строимся мы теперь вот здесь под маленький птнп. Застроим мы себе вот эти вот нефтеперерабатывающие заводы. И начнем застраиваться по полной военными. Кстати говоря, зацфлот ремонтируется. И не моими верфями, а верфями оленей. Пускай так и будет, собственно говоря. Жалко только, что я не могу их заставить увеличить количество этих верфей. С двух, как сейчас, до большого количества. Но, в целом, все равно нормально. Так, а... Тут тоже узкая... Нет, давай-ка ты здесь будешь ремонтироваться. Вот так, отлично. А вот эти корабли все тоже, в принципе... Вот это армада. Почему у меня две армады получилось? Хороший вопрос. А нет, все правильно. Окей. Вот все отлично. Вот они наши верфи детриссиума. Давайте увеличим производительность кораблей. Скорость постройки. Верфи, потому что дополнительно мы строить не будем. А вот корабли вот эти, да. Видите, я дострою еще тут один лилейный крейсер. Получится у нас вот здесь вот уже их шесть. Достаточно мощных. И затем будем уже строить прикрытие в виде легких крейсеров. Тоже, на самом деле, очень даже мощных. Можем теперь видеть промышленность эквестрии. У нас меньше, чем у них фабрик. Но то же самое количество военных золотов. И количество их будет сейчас увеличиваться. А самое главное, уже пора идти потихоньку в авиацию. Так что давайте вот до сюда дойдем. Гринклиф захотел к нам присоединиться. Я так понимаю, они идут по вот этому пути. А, мы, кстати говоря, видим даже. По вот этому, да, пути. Они станут нашей маринеткой в конце. Это прекрасные новости. Пускай они так и делают. Они нам там немножко промышленности будут давать. Конечно же, мы их с собой возьмем. Бартия тем временем в Абиссинию вторгается. Это значит, что мы туда можем утрать добровольцев. И я увидел, что аж целых трех. Так что наши элитные ягеры сейчас поедут фармить нам опыт. И мы неплохо тут справляемся. У Бекалини тут вообще снабжения нету. Так что мы можем неплохо подамажить. Да, просто стираются их дивизии обнаши. И здесь вот мы смогли заинфорсить битв. В прошлый раз, видимо, не смогли. И тоже солидно так атакуем. В Викистане тут нас очень неприятно окружили. Надо попробовать ручно прорваться обратно. И у нас, по-моему, получается. Да, получилось прекрасно. Давайте будем поддерживать. И я думаю, вот эти парни смогут даже победить. Но, по-моему, факт, мы перешли на их территорию и сразу потеряли сомжение. Так что давайте отсюда выходить. И они сделали высадку, которую... Кстати, ребята задержать не смогли. Так, кстати говоря, шифрование нам не нужно. Давайте-ка, что мы еще? Можем только флот взять. Кроме флота нам больше чего не нужно здесь будет. Я взял там, что хотел. Баф на исследование. Начинаем исследование. И параллельно идем в медведей. Будем пытаться их замарионитить. Но не получится, захватим. Они, кстати говоря, сейчас пингвинов там добьют. Как раз к этому моменту мы их захватим. Это удобно. Они еще оттуда промышленность заберут. И будут сами ее гарнизонить. И вот оно. Посольство. Что мы потребуем? Отличное посольство. Золото, ресурсы. Либо территория золота. Территория и ресурсы. Я думаю, территория золота. Золото, по-моему, это ТНП. Сталь у нас, в принципе, имеется. Если они, в принципе, с тантомарионеткой, то мы и так получим их сталь. Но у нас стали хватает здесь. Так что территория и золото. Смотрите-ка, они приняли. Их храбро застой на нашей дружбе. Отлично. Ну-ка, ресурсы. А что насчет золота? А черно-белый шторм на белый вышел? О, тут неприятно. Это неприятно. Реально, ну что поделаешь. Что поделаешь, ресурсы. Вот золото. А, просто промышленность они отдают за золото. Типа. Окей. Ну мы и ресурсы получили. Золото и промышленность. Все получили. Нефть здесь будет получать. Супер. Смотрите-ка, здесь мы даже смогли окружить. Дивизия лингбарди. Добавно. Они здесь у нас, конечно, снабжение подъели. Очень сочно так. И на самом деле очень неплохо побежают в войне пока что. Нужно вот так вот идти. Но мы сможем попробовать здесь их выбить. К минимуму мы получим опыт достаточный, да. Максимум можно попробовать их даже выбить. И это будет неплохо. Кстати говоря, мы пошли во вторую доктрину. Потому что она просто в среднем сильнее первой. Вот уже пора делать враг. Потому что мы строим вовсю наши военные заводы. То есть 10% постройки нам пригодится. И вот из этого тоже парня надо будет переставить на скорость постройки военных заводов. А вот и объяснение капитулировало. В принципе, ожидаемо. Учитывая то, что они потеряли много важных портов и не смогли высадиться. Но свой опыт мы там получили. Здесь, кстати говоря, тоже неплохо так подкачиваемся. Враг готов. Давайте пойдем в Лисандера. До нашего как раз таки сверхтяжелого линкора. Вот этот ивент на скорость строительства военных заводов. Отлично. Будем сейчас неплохо так застраиваться. Хотя, опять же, инфраструктура у нас заканчивается. И я не видел смысла ее достраивать. По той простой причине, что, ну, слишком мало тут везде ячеек. И вот смотрите, какая уже ситуация. У нас одинаковое примерно количество фабрик. Но вот военных заводов у нас уже на 10 больше. И это количество будет только увеличиваться. Потому что они строят намного медленнее нас. У них и вот это вот... А, смотрите-ка, застой гармонии. Они начали уже его убирать. Мы можем видеть, что они уже прокачали. Они пошли уже его убирать. А это значит, что нам надо ускоряться. Доходим, я думаю, мы до нашего проекта Кризалис. И, возможно, стоит уже... Хотя нет, давайте Кризалис. Разводство танков. И потом уже идем в атаку. Еще мы выходим в магическое снаряжение. И будем потихоньку стараться именно на него переходить. Мы, кстати говоря, внедрились во все сферы Эквестрия. Да, у нас есть внедрение в каждом из их отделов. Давайте начнем. Как раз, я думаю, что промышленные чертежи, в принципе. Хотя нам бы строительные пригодились. Так что поехали. Давайте вот так. И я так понял, у нас, видите, здесь вот это серым. То есть мы что, можем в теории вдвоем справиться? Видимо, да. Давайте так и сделаем. Авиастроительные. И, смотрите, можно промышленные, либо военные. Я думаю, стоит промышленными все-таки заняться. Таким, берем вот этих парней. Ну, может и не парней. Ага, и видите, здесь у нас нет взломщика сейфов. Это рискованно. Поэтому мы делаем себе невидимые чернила. Через 28 дней они сделаются. И все-таки делаем вот это вот, смотрите. Рискованность изменится к моменту, когда мы все доисследуем. И смотрите-ка, у нас здесь есть выбор. Фокус на линкорах. И получить кучу урона на 10 размещения. И 10% шанс уменьшить накриты. Либо взять себе рейдерский флот. И смотрите-ка, это даст нам в сумме минус 10 заметности. Плюс 10 шансов к накрит. И плюс 10 к обнаружению. Выбор очень сложный, потому что здесь атака и размещение. Но, но. Я думаю, вот это вот нам даст намного больше качества из-за 10 заметности. Ну и плюс шанс нанести крит тоже неплохо. А, смотрите, тут такое дело. Меня все-таки обманули. Нет, нужно все-таки 3 агента. Вопрос, почему тогда у нас так все нарисовано, да? Почему тогда здесь серым, а здесь два типа. Кажется, как будто это значит, что вот эти вот обязательно, а этот нет. В чем разница? Да, не получится у нас. Не получится у нас сразу сделать и то, и то в итоге из-за этого. Мне казалось, что можно. Да, но все-таки если мы пробуем вот так, то вот не получается. Смотрите, сейчас, сейчас перестало быть серым здесь. Здесь очень странное поведение игры. Ну, допустим, окей. Просто я тоже сейчас напомнил, что там нужно 3. Вот видите, получается, реально нужно 3. Мы можем считать разведруком, но нам это, скорее всего, не даст шпиону. Ну да, так и есть. Но в будущем, в принципе, может. О, кстати говоря, у нас тут есть подарок от Детрисио. Мы давайте их возьмем, вот и подарок. А именно, это нам сейчас прибудет авианосец. Вот он, он прибыл. Давайте отправим его на флот. А я у нас сегодня же первого левела. Здесь поэтому так много палуб. Но в бою он все равно пригодится нам. Время здесь в инбарде неплохо так расширяется. И империя грифонов и аквелия уже достигли своих таких больших статусов, да. В промышленности, кстати говоря, аквестра, видите, начала просыпаться. Убралась часть застоя. Взяла себе военный план, подготовила. И сейчас будет добивать уже этот застой. И будет уже становиться такой серьезной угрозой потихоньку для нас. Тем более, что, видите, здесь уже нет вот этой магии. Дружбы или как там ее. Они готовы к бою. Но мы еще больше. Мы, видите, уже начали строить танки. Это не те танки, которые я бы хотел видеть в конце. Точнее, я бы сказал, ну, в финале. Сейчас мы сделаем наши более-менее уверенные истребители. Потом сделаем вот этими танками более-менее уверенные танки. И будем идти в бой потихоньку. Помните, у нас там минус 10 заметности будет? Возьмем мы еще на минус заметность себе концерн. И здесь вот у нас тоже на адмирале есть минус заметность. Если вы все еще не знали, то заметность очень сильно влияет на то, как по вашим кораблям попадают. Так что наши корабли будут иметь очень хорошую заметность. В смысле маленькую. Наша операция готова. Что мы получили? Бонус в категории особой расовой технологии. Ну, это не... А, бонус получили в скобочках, не получили. Неприятно. Ну, что поделать. И вот мы получили наши карманные линкоры. Теперь у нас есть новые мощные корабли, которые мы можем заряжать. В чем, собственно говоря, их фишка? Так, торпедент аппараты, да. В чем их фишка? Они очень прочные. И достаточно сильные для своей стоимости. Я ставлю на них ПВО, потому что я знаю, что... О, так, это мы вставки. Потому что я знаю, что у эквестрии есть авианосцы. В принципе, в будущем в этом моде авиация очень неплохо дамажит. На них броню мы навешивать не будем, я думаю. Они будут сзади дамажить вперед. Все равно будут, скорее всего, очень тяжело пробивать. Они слишком тяжело не пробивать. В чем разница, собственно говоря? Давайте-ка... Да, такое и будем делать. Поехали. У нас все это пойдет как раз-таки вот сюда. Достроим мы, наверное, еще по одному легкому линкору. О, легкому крейсеру. Извините, у меня легкий линкор. Хотелось бы мне еще немножко эсминцев подстроить. Нужно исследовать сценарий. Я вот исследую. Буду это делать. А пока давайте-ка подводные крейсеры будем делать. Можем торпедный компьютер еще поставить сюда. Он полезен. И давайте-ка это все пойдет у нас в... Давайте, наверное, отдельно... Так вот, поставим новый театр. И все это будет идти на второй театр. И вот это то, о чем я говорил. Наш Кризалис 2 класс. Который будет изготовлен всего лишь за несколько месяцев. А с июля, в ноябре он будет готов. Чтобы вы понимали, это вот этот корабль. Который стоит 15 тысяч. Вот это вот не так эффективно, конечно. Да, скорости не слишком много. Но атаки просто безумно много. И самое главное, он безумно прочный. Это будет, собственно говоря, нашим флагманом. О, смотрите-ка. Грифон еще военный обмен хотят. Да, давайте без проблем. Что у нас по сравнению с ними по промышленности? Ну, мы чуть-чуть их опережаем. На десяточку. Я думаю, мы еще и производим чуть побольше, да? Так что нормально. И по крейсерам тоже. Мы сейчас подстроим еще и карманных линкоров и убийцу. У нас будет очень мощный боевой флот. И еще мы сделаем вот такие себе тактические бомбардировщики. Они будут у нас готовы выполнять все цели. В принципе, я думаю, они нам будут получше, чем штурмовики в этом случае. Вот именно в этой компании. Потому что здесь радиусы большие. И здесь авиабаз нигде не будет особо до вот каких-то вот этих позиций. Так что надо будет вот отсюда, с этих вот основных авиабаз, бомбить вот сюда. Так что наш выбор — это как раз такие тактические бомбардировщики. Настраиваем мои военные заводы. На самом деле уже очень много магических винтовок. Начнем мы сейчас перевооружаться потихоньку. И будем настраивать себе тактические бомбардировщики. И, наконец-таки, я уже пойду в ячейку исследований. Потому что, ну, не хватает уже, чувствуется очень много, где что-то мы отстаем. Потому что вот это есть целая ячейка. Очень целая ветка исследований, в которой хочется прокачать. Здесь ресурсы, здесь производство. Здесь, как вы можете видеть, еще шпионаж. У нас благодаря этому пять шпионов сейчас. Вот. Так что берем еще ячейку. И мы, на самом деле, практически готовы. Да. Нам буквально вот еще нужно зази бомбардировщиков. Ну, к моменту, смотрите, когда мы произведем их, мы сделаем достаточно истребителей, чтобы захватить воздух. Достаточно танков, чтобы пробиться на земле. У нас, в принципе, уже, да, танковые дивизии имеются. Приходы мы кучу достраиваем. Здесь вот. Так что, я думаю, мы будем более чем готовы. У нас вообще полупромышленности, опять-таки. Давайте проверим. Да, наш разрыв только растет. Потому что у нас военная экономика и стабильность еще пять. О, у них стабильность тоже пять. Но вот у них, по-моему, военной экономики не должно быть. Да, у них всего лишь частичная мобилизация. Так что вот это вот еще создает дополнительный разрыв между нами. И, в любом случае, я думаю, эту серию уже пора заканчивать. Так что, ребят, с вами был Дубгейм. Подписывайтесь обязательно на канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.